Продолжим грамматический разбор суры Ат-Тин. Мы остановились на последнем аете. Разве Аллах не является наимудрящим судеем? То есть, Балак, конечно, да, является. Алейса Аль-Хамзат это харфу с тифами, вопросительная частица. Лит-Та-Крир указывает на утверждение, то есть, подтверждает содержащуюся в предложении смысла или значения. Моблиу Аля-Фатхан с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Лейса это фи'улин мадан, глагол прощающего времени. Фи'улин наукзин, недостаточный глагол. Аймин Ахавати Кана, то есть, из сестер глагола Кана. Яр-Фа'ал-Исму-Ян-Субуль-Хабара. Ставит подлежащее в состояние раф именительный падеж, после чего оно уже называется Исм, имя глагола Лейса. Также ставит сказуемую подлежащую в состояние, после чего оно уже называется Хабару глагола Лейса. Моблиу Аля-Фатхан. Лейса моблиу Аля-Фатхан с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Аллаху это у нас Исмуль-Джалалити, имя величия это Исмуль-Лейса, имя. Имя подлежащее или имя глагола Лейса. Морфу он поставлен в состояние раф именительный падеж. У Аля-Муту-Рафи признак падежа рафа этом имени. Ад-Дома-Туз-Захирату Аля-Ахилихи. Явный дом на его конце. Би-Ахххами-Альба это харфу Джарм-Прилога родительного падежа. Зайдот, то есть Сылут Литталки, то есть Добавочный харф. Для усиления смысла значения. Моблиу Аля-Касрин с неизменяемым окончанием с Касрин на конце. Ахххами это Хабару Лейсу. Хабар глагола Лейса. Мансубан поставлен в состояние в известной падеже. У Аля-Муту-Рафи признак падежа нас в этом имени. Аль-фатху-ль-мугаддар туаля ахири, скрытая, подразумеваемая фатха на его конце. Мана Амин-зухулиха, проявиться фатхи, здесь помещала, то есть не дала, что Иштигалу-ль-махалли бихаркаты харфи-ль-джарди-зайди, занятость его окончания огласовкой добавочного предлога родительного падежа Ба. То есть то, что его окончание занято огласовкой предлога родительного падежа Ба, то есть Аль-Касра. В основе у нас была рейса Аллаху Ахкам Аль-Хакиминаус, после для усиления смысла добавили бы и стал би Ахкам Аль-Хакимин. Вальфи'улу, ма асмихи ва хабрия глагол лейса со своим исмом и именем величия Аллах и хабаром Ахкам, все это джумлятун фаалитун, глагольное предложение. Истина фиэтун, разобновленное новое предложение, ла махалля лахаминал-и'раби не имеет места в падеже. В Ахкаме, это мудаф, являясь первой частью зафетной связки, зафетного сочетания. Аллах Аль-Хакимин, это мудаф, являясь первой частью зафетного сочетания. Маджрурум бель мудаф, поставлен мудафом в состоянии джарва родительной падежи. В Алямуту Джарии признак падежа джарва, это миминь Аль-Ява, харф-Я, каквая, Аль-Максура ма-кабляха, предыдущая буква, которого огласована Касра, то есть Аль-Хакимина. И Аль-Максура ма-кабляха, следующий буква, который огласован Фатхан, для чего? Ли-Льфар-Ки байнаху байнат-Тацнит, для различия между ним и формой двадцатого числа. Почему я? Потому что леннаху джам'а мудзаккарин сальман, так как это целое множественное число мужского рода. Ну, на конце этого имени, это «Яудун анит-Танвина филисмин муфрад» является заменой возмещением Танвину, имевшемуся на конце имени единственных числа Хакимин. В этом последнем аяту указание на угрозы неверным и сообщение о справедливости Всевышнего Аллаха. Аллаху А'лам. Алхамду лиллах лидзи бенни аматихи татимус салихат. Аллаху А'лам.